здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами я созона владимир и канал дачный созонт сегодня я несколько запоздал отвечая на вопрос одного из моих подписчиков вопрос был буквально наверное полгода назад пришел мне на почту но до меня никак не доходили руки да и не было повода у человека была какая проблема в общем он утопил ведро в колодце и никак его все не мог выловить там пытался он какими-то проволочками и так далее и так далее его поднять ничего у него не получалось я соответственно ему не ответил потому что как бы и руки у меня не доходили и просто не было случая да и материала не было то есть нечего было показать вот сейчас я вам показываю как можно буквально за считанные минуты имея куски проволоки там у меня вот это было пуп восьмерка с помощью трубы мы загибаем из вверх точнее изготовляем методом загибки два изделия то есть первое изделие это у нас с вами идет п-образные и двойник так так скажем и третья часть чтобы сделать нам тройник мы делаем третий крючок габариты его следующий то есть примерная длина 30 сантиметров вот это вот длина на следующей фотографии будет видно 10 сантиметров и делайте пожалуйста побольше вот вот эту вот разгибку то есть не делайте его как крючок рыболовный потому что плохо туда ведро у нас с вами будет ловиться далее с помощью алюминиевой проволоки что было под рукой можно танку веревку использовать или так далее мы с вами все это хозяйство скрепляем то есть вот как вы видите здесь ну 10 сантиметров примерно то есть здесь не надо нам нам надо было сделать быстро и чтобы ведро выловить чтобы сосед так скажем не ругался у меня собственно говоря вот так само вот это крепление и я использую для подвеса своих насосов колодца вот эти вот тросы так называемые автомобильные которые тянутся для автомобиля немало мы не знаем не не понравились не пригодно вот насосы на них висят хорошо во первых они не гниют но чуть-чуть тут пускай крюк ржавеет но и ничего страшного вот я использовал его то есть вот таким вот образом все это дело монтируется собирается то есть как вы видите опускается и вылавливается ведро советую прежде чем начинать и вылавливать ведро в колодце потренироваться с таким же ведром на суше так скажем тогда будет все гораздо проще ну и все спасибо вам за внимание удачной вам рыбалки ну и старайтесь не топить ведра своих колодцев будьте внимательны спасибо за внимание до свидания до скорых встреч